ДИКАЯ ОХОТА ДИКАЯ ОЛЬДРИКА ФОН НОУПОНИЛИ Собственно, выполнили последнее его желание То есть достали розу и на самом деле нам сейчас нужно скакать обратно в Оксинфурд и решать этот вопрос Не знаю, что там может быть дальше Единственное, вполне возможно, мы порешаем, соответственно, вопросы с Гюнтером Одимом Но на самом деле, мне кажется, что сегодня даже половину серии не займет финал этого дела Но, как я и обещал вам, после этого мы с вами побегаем по этой территории и поуполняем сайт квеста Потому что это замечательная возможность поиграть в те, собственно, квесты, которые мы с вами не зацепили при прохождении оригинального Ведьмака Ну ладно, собственно, посмотрим, сейчас нам с вами просто нужно скакать И на самом деле здесь достаточно интересная территория Только мне надо починиться, вот в чем проблема Так, вы наверняка попросите меня попробовать лопату в действии Потому что у меня есть лопата ключника Сама по себе по урону она, понятное дело, шляпа Но при этом я думаю, что раз она возвращает часть урона, то это вполне себе неплохо И посмотрите, у нас на спине лопата Это пипец какой-то Бред, жопа Но клево Хорошо, поскакали Посмотрим, что там с деревенькой просто А потом поедем уже в Оксинфорт и будем заниматься своими делами Блин, не знаю Я вот каждый раз, когда мы с вами подбираемся к финалу того или иного прохождения, которое я люблю У меня прям какая-то, какой-то камой в груди Такое чувство, что пипец Ну как же так? О, блин Я в итоге вон она ночью Заканчивается Ну все заканчивается рано или поздно, верно? Так, ребятушки, привет Я тут был, по-моему, да? Че-то ваше рожа мне знакомо Паренька вы заметили, да? С ящиком починили Если кто не в курсе, то раньше у них были сломаны ноги Они как будто постоянно маршировали Это очень тупо смотрелось Так, ладно Нам с вами сейчас нужно Ну, наверное, куда-то вот сюда Я бы кое-что продал, на самом деле И после этого Дал бы вкачать Руническому мастеру То есть То, что он там просил у нас денег Ну да ладно Мужчина, с дороги Здесь красавец Геральт скачет Блин, я буду скучать по этому делу Мне очень нравится, как они оформили вот эту вот новую часть Новую северную часть Новиградских земель Это же как называется у нас Это не Велин Это именно Новиград Так, подожди Это Велин, по сути Да, это не чайная земля То, что они со всем этим сделали Здесь вроде похожая территория Но при этом Шевелись, Платва Она очень такая Своеобразная Ее не спутаешь Это круто Это мне нравится Зачет Так, работы новой нет Это вроде нету Быстро у Вилли Мне быстро налили Это я уже читал Лудельщик читал Красные доспехи уже читал Дядя Купочастник Вор, Ахальник Ага Все было Так, хорошо Воксинфорд Смотрите, сколько у нас еще всего В целом то Еще на деревне Янтра Там какие-то работы Работы Здесь около пасеки Подожди, около пасеки это, по-моему Ну ладно, посмотрим потом Я хочу просто Маленько Фрироуму Устроить Погулять по открытому миру Я думаю Никто не будет против Ну я просто Я на 99% Уверен, что Мы заканчиваем сейчас Что-то вот такая У меня прям чуйка Ой, да ладно Чуйка Меня приспойлерили Кого я обманываю Просто в комментах написали Что там осталось Делов на минут 20 Кому-то мне нравится Броня медведя Прокачайте по броню Волка Там тому подобное Броня медведя Самая красивая Или там Кошачья Есть Вот моя любимая броня В ней хожу Покажи, что у тебя есть Мне на самом деле Не так интересно Что у тебя есть Как то, что Собственно мне Починиться надо Вот так Штукарь отдали сразу Дали ремесло Арпалет Школ Подожди Это не то, что мне сейчас нужно Лавка Кирская кривая сабля Это можно продать Это мне не нужен Деревянный меч Мне не нужен Расшитый Слушаю Неплохо Неплохо Я в нем сейчас приду К Ольгарту Ну типа будем в одинаковой броне Там все дела Доспех на Волоне Я пожалуй продам Он мне не сильно нужен Хотя вот этот оставлю Наверное Вот этот продам Далее доспех Рыцаря Пылающей Розы Я его кстати так и не носил Надо будет попробовать Штаны на Волоне До свидания Так Ну и В принципе Наверное Ну пока что все Да Вроде как все Ну там есть еще Что продать Но мне в принципе Пока устраивает Я об этом Будь здоров Так Хорошо Ну За своего тут сойду Нет С лопатой С этой еще приду Как этот самый Так Ну примерно Вот так Или может быть Я не знаю Нужно как-то соответствовать Это нет Наверное Да нет Я на самом деле Сниму Ну просто Чтобы по отыгрышу По атмосфере Я с этой лопатой И в этом халате Выгляжу Как какой-то Я не знаю Местный Борщик Что ли Все ко мне Плевать Плевать абсолютно Два больших пива Да поживей Как-то Покультурнее Нельзя И тогда Смотрю А он Раз И залпом Выхлебал Половину бочки Геральт Сюда Ах японам От тебя только Не хватало Такое ощущение Что его никто Не видит Не боись ты Пойдем Угощаю Выебываешься Разумеется А ты бы Не выпендривался Обожаю Играть Со временем И добавлять Его в пряники Я вижу Ты слушал Действительно Я Неравнодушен Ко времени Когда у тебя Есть Над ним Власть Ты можешь Делать Много Интересных Вещей Например Подбрасывать Всякую Гадость В суп Людям Которые Тебе Не нравятся Ты правда Можешь Управлять Время Это тупой Вопрос Это какой-то Фокус А какая Разница Большая Скажем Так Время Всегда Меня Очаровывало Поэтому Я научился Им пользоваться А почему Именно Время Геральт Есть Три Измерения Длина Ширина И высота И Четвертое Время Ты На моем Месте Полюбил Быш Широту А вот Видишь Кто же Ты такой На самом Деле Ген Тородим Прозванный Я не Об этом Спрашиваю Видимо Ты желаешь Знать Чем Я Занимаюсь Я Даю Людям То Что Они Просят Можно Сказать Что Я Исполняю Желание И Втравливаешь Людей В неприятности Это Не я А Всего Лишь Их Собственные Желания Во всей Красе Я Честен Я Даю Людям Только То Чего Они Хотят Если Они Желают Вещей Недостойных Так Лишь Потому Что Такова Их Гнилая Натура Ты Не Человек Это Ясно Так Кто Ты Такой Демон Джин Ты В самом Деле Хочешь Знать Да Нет Геральт Не Хочешь Лишь Один Раз Я Прощу Тебя И Не Выполню Твоего Желания Геральт Чуть Не Попался Те Узнал Мое Истинное Имя Либо Уже Мертвы Либо Судьба Их Была Гораздо Хуже А Ты Мне Еще Нужен Это Было Опасно Чем Обязан Твоему Присутствию Я Хотел Тебя Поблагодарить Ты Замечательно Справился С заданиями Ольгерда Твой Долг Почти Выплачен Я Должен Был Выполнить Три Его Желания И Сделал Это Сними С меня Этот Знак Мы В Расчете Почти Чтобы Выполнить Все Условия Договора Осталось Сделать Одну Вещь Привести Ольгерда К Старому Святилищу Лильвании Об этом Речи Не Было Разумеется Было Ты Ведь Знаешь Что В любом Договоре Есть Своя Уловка Приписка Мелким Шрифтом Который Однако Я 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 Частью Контракта Это Также Касается Устных Договоренностей Вспомни Я Сказал Цитирую И Все Же Я Верю Что Все Кончится Хорошо А После Мы Все Встретимся И Поблагодарим Друг Друга За То Что Пережили Вместе Конец Цитаты Ну Помню Выполни Свою Часть Уговора И Я Сниму С Тебя Знак А Ты Никогда Больше Не Вмешаешься В Мой Разговор Собеседий О Да Ты Че Что За Черт Почему У меня Муха В Супе Я Тебя Ждал Не Заметил Как Ты Вошел И Откуда Ты Взялся Могу Повеливать Старый Ведьмачий Трюк Я могу Подчинить Себе Пространство И Время Если Сосредоточусь Это Ты Мне Бросил Муху Нет Послушай Внимательно Скажи Своему Атаману Чтобы Он Пришел Светилище Лильвани Это На Юг Отсюда Вход В Пещера Что Там Творится Светилище Лильвани Ты Понял Понял Погоди Была Тут Медичка Твоя Знакомая Просила Чтобы Ты К ней Заглянул Спасибо Не знаю Короче Это Халат Мне не нравится Я его сниму Я хотел По атмосфере Типа Ну Как Все Тут Так Ходят Моды Там Ага С ложкой В глазу Слышь Вообще Она Права От Ведьмаков Одни Беды Так Давай Посмотрим Эту Броню Походим В ней Маленько Ну И В принципе Так Нет Не то Вот так Вот Так Вот Походим Господи Геральт Ничто Не причиняет Такой боли Как жизнь Философ Блин Врача Вызовите Что ли Я не знаю Повару Вообще Поплохи Лаш Когда ты Последний раз Мыл голову Так Ну Шаня Что ты мне Скажешь Я надеюсь Ты не будешь Вспоминать Про тот Неуклюжий Наш с тобой Роман Когда тебя Вырвало В озеро В остальном Все у нас С тобой Было Красиво Конечно Кого я Обманываю Ты меня Спрашивает А как же Енифер А что Енифер Нормально Все Все хорошо Шани О Геральт Это ты Что тут Случилось У тебя были Грабители Это Нет Я просто Переезжаю Что Куда Когда Не об этом Я хотела Поговорить С тобой Или не только Об этом Ну да ладно Я уезжаю Я уезжаю Геральт На Восточный Фронт В Каидвен Ну призвали Она как военный Доктор Все-таки Ты не говорила Ты не говорила Ты не говорила Что собираешься Переезжать До сегодняшнего утра Я и не собиралась Ко мне пришли Двое солдат Сказали Что я снова Нужна Редании Ты не могла Отказаться Может Может и могла Но не захотела Мое призвание Лечить людей Моя работа Нигде не нужна Так как на фронте Блин А как же Йеннифер Ты не могла Бы Остаться Геральт Зачем Тогда На свадьбе Все было Очень мило Но У тебя У тебя своя жизнь А у меня Своя В дальнейшем Это не имело Бы смысла Ты понимаешь Это не хуже Меня Ну Будь осторожна Ты тоже Геральт Ты узнала Что-нибудь О Больгерде Книги Мне Мало что Дали Я поняла Что если Нужна правда О нем Нужно найти Кого-то Кто ее знает И ты Ты нашла Мне повезло Мой товарищ По учебе Ассистент Профессора Прометиция Шезлока Специалиста По черной магии Уверяет Что встречал У него Ольгерда Фон Эверика Профессор Так увлекся Исследованиями Которые Ольгерд У него заказал Что похоже Немного тронулся Умом Он не подпускает К своим записям Никого Даже своего Ассистента Где найти Этого Профессора Здесь В городе Он сидит Под замком В своем доме За стенами Университета Его стерегут Охотники За колдуньей Понял Он под Домашним Арестом Я не знаю Точно Часть коллег Считает его Предателем Говорят Что он Продался Охотникам За кругленькую Сумму Но его Ассистент Клянется Что профессор Верит Будто Охотники Его от чего То охраняют А ты Как думаешь Определенно Он для них Ценен Он настоящий Кладезь знаний Об оккультизме И черной магии Если он И правда Спятил То я бы Не удивилась Тому Что его Используют Мне надо Поговорить С этим Профессором Я с тобой Университет Охраняют Риданские Стражники Один ты Не пройдешь Стражники Мне чаще Всего Не помеха Если Ты их Ранишь То мне Придется Их Зашивать А если Встретим Кого-то Знакомого Нас Просто Пропустят Короче Можно идти Похоже Уже И завершить Это дело Как вы мне И советовали А можно Сделать Так Как делаю Как делаю То есть Засесть Здесь Ненадолго И тащиться С процесса Поэтому Давайте Мы с вами Пойдем И поговорим С этим Профессором В университете Потому что Нам наконец-то Дает посетить Тексенфордский Университет Это По-моему Круто А как Вообще Сейчас Работает Университет Ты имеешь Ввиду После того Как Родовит Его Закрыл Я имею Ввиду Хорошо Ли Его Охраняют Часть Академиков Бежала На Дальний Север Самые Храбрые Остались Притворяются Сапожниками И прачками Зачем Ты спрашиваешь Просто Мне Интересно Я вижу Что Академики Ведут Себя Почти Как Чародей Броня Такси Мне Не Походим Для разнообразия Восточный Фронт А что Потом Зависит От того Куда Пошлют Где Бо Ты Не Была Будь Осторожна Я Всегда Осторожна Не Волнуйся Дадал Броня Самая Прикольная Реально Понравилась Ну Какая Такая Подходит По стилю Этому Дополнению Что На мой Взгляд По крайней Мере Так Сапоги Че Сапоги Не Надеваешь А Это Расшит И Сапоги Ладно Пусть Так И Будет Все А вот И Он Мы Там Бегали Там Стена Такая Через Которую Не Перепрыгнет Ничего Это Было Интересно А теперь Нас Туда Пустят По Книгам Это Интересно Было Что Ж Там Внутри Все Так Ну Самому Посмотреть Живую Я С этой Лопатой Как Полудурок Бегаю Сейчас Я Продемонстрирую Потом Сниму Не Спать Стоять По Приказу Короля Вход На Территорию Университета Закрыт А Для Преподавателей Без Исключения Я Вижу Ты Стал Очень Принципиальным Норберт Когда Я Тебя Лечила Ты Был Со Мною Гораздо Добрее Кстати Как Твоя Нога В Порядке Будто И Не Было Никакой Раны Я Рада Ведь Если Б Я Тебя Тогда Не Прооперировала Ты Остался Бахромоножкой До Конца Жизни Бруно Ну Может Мы Ее Все Таки Пустим Она Же Своя Ничего Не Украдет Ну Ладно Но Пусть Идет Одна Ведьмак Слишком Бросается В Глаза А Я Не Хочу Из-за Него Неприятностей Сделаем Так Я Пойду Туда Одна И Помогу Тебе Войти Во Двор Как Не Там Я Найду Способ Со Стороны Набережной Всегда Меньше Стражников Идет Ладно Пустите Меня Вообще Так Не Палится В Двух Метрах От Него Поговорили Ничего Ребят Как Служба Понятно Ладно Пошел Я Так Со Стороны Набережной Подожди Мне Не Туда Показывают Просто Ога Понял Слушай Так Я Убьюсь Там Это Значит Что Мне Либо Сейчас Нужно Как-то Это Дело Обойти Либо Я Не Знаю Это Все Тоже Но Закрыто Пока Хорошо Давайте Попробуем Спустимся К речке Что Ли И По дороге Убьемся Да Ничего Джернимируем Ок Да Давай Уже Кир Я Все Понимаю Вылезай Господи Как же Тебя Заносит Сейчас Обратно Нажмешь Он Опять Прыгнет И Два Метра Отплыл В игре Есть Кривые Моменты Кто Бо Что Не Говорил Это Ее Охренительность Никак Не Отменяет Но Тупо Говорит Что Такого Нет Это Довольно Глупо Утопцы Который Мне Не Я В Шоке Отвар Из Утопцев Тон Подобед Масло Против Тропоед Ну Понятно Ничего Изо Я Не Сделал Я Этим Не Сказан Нагоржусь Так Хорошо Давай Сделаем Следующим Обратом Для Начала Мы Посмотрим Так Масло Против Призраков Не Нужно Мне Против Проклятых Тоже Сейчас Во Вот это Вот Нужно Давай Далее Да Отвары Какие Не буду Сейчас Вообще Надо Отплыть И Одеть Свою Броню Медведя Потому Что Они Жесткие На этой Сложности И Реально Могут Нарезать В общем Я Сегодня У меня Просто Показ Мод Какой-то Я Постоянно Переодеваюсь Так Школа Медведя Школа Медведя И штанцы Тоже Нужны Школы Понимаешь Медведя Хорошо Теперь Подлечились Да В принципе Можно идти Я конечно Ничего не говорю Про то Что у нас Ласточка Практически Закончилась Ну да Ладно Так И Так Сохраняшечка Потому что Ну вы поняли Они жесткие Ну или как Так Сейчас под раздачу Попаду Дох Неплохо Да Ломай Ты уже Господи А А Нравится Тебе Огонь Хуи Так С этим Порешали Это здесь У нас Значит Меньше Видимо Да Гераль Эй Гераль Ты здесь Здесь Держи Веревку Откуда Ты взяла Веревку А Долгая история Пока нам везет Дом профессора Шезлока В конце этой улицы Там охотники За колдуньями Их убедить Мне уже не удастся Ты уже очень помогла мне Спасибо, Шаня Не за что На моем месте Ты бы сделал То же самое Если захочешь Увидеться со мной Еще раз до отъезда Я буду дома Все-таки Нужно время Чтобы все упаковать Намек Понят Так да До встречи Так хорошо У нас стелс Или мы просто идем Пробраться в дом Профессора Шезлока Ок Мужчины стоят И не отвлекаются Подожди Ко мне побежали Уже побежали Серьезно Ну ладно Дело твое Лопату Не хочешь получить? Ведьмак с лопатой Я в шоке Я так понимаю Эта лопата Это своеобразный чик Ладно хоть от баланса Или ее И она как бы Прибавляет только 10% Потому что смотри Я по сути Ничего не делаю Я просто Их спамлю ударами И урона Особого не получаю Выпитать Эй И второй утек Беу-беу-беу-беу Понятно Интересно Многим понравится Но В общем Не полу Ты крушу вещи Хорошая сабля Мне очень нравится Давай посмотрим Чуть наверху Отлично 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 Все пригодится Супер Супер Так Ну и пойдем Отсюда Я знаю Геральта Мы аккуратно Спускаемся Потому что С такой высоты Может насмерть Убиться Я его знаю Вот Магер Блин там дом Какой-то В который хочется Зайти Хотя оно Хочется Ну так давай Зайдем Почему бы и нет Посмотрим Что тут как Хотя мне кажется Нас в него не пустят Тупо Да мы вообще Туда Посмотри Забраться не можем Входа нет И тут Я так понимаю Примерно Та же самая Ситу Йовина Да То есть Дверка не открывается Наверх Смысла лезть Ну кстати Говорят Чтобы в дом Попасть Как раз таки Я так понимаю Просто что Сейчас тут Будет закрыто Закрыто На 4 засова Надо найти Другой путь Может найдется Открытое окно Я уж нашел Мне очень нравится Тема Аксенфурта Вот эта музыка Которая играет Когда посещаешь этот город Прикольная Но больше всего Мне здесь нравится Музыка на Скеллиге Там самая суперская Так Хорошо Мы сейчас Либо перепрыгнем Либо убьемся Одной из двух И я так понимаю Что здесь Можно применить Арт Пока стоит Но что-то есть подозрение Что ненадолго Что за бардак Что не так Серебряный ламен Не знаю Такого сигиля Похоже Им давно Не пользовались Разбитое зеркало Не похоже На случайность Может Кто-то Испугался Того Что в нем Увидел В общем В общем Я так понимаю И если мы Идем сейчас Просто с Кольгер В святилище Лильвания То мы завершаем Этот квест И с Гюнтером Вообще И то есть Таким образом Мы Не узнаем Все и правды Мы просто завершаем Это дело Для самых Нетерпеливых Если это не так То поправьте Меня в комментариях Свость зла В причинении Страданий И существует Много разновидностей Страданий От обычной Телесной боли И психических Мучений До глубоких Душевных ран Откуда же Исходит зло Или появляется Самого по себе Или только В подходящих Условиях И наконец Самый важный вопрос Как победить зло Большинство верит Что зло Существовало всегда Ибо никто Не помнит Времен без него Но разве Это убедительное Доказательство Я посмею Сомневаться Ибо я ученый И суть учения В том Чтобы ставить Все гипотезы Под вопрос Пока они Не найдут Строго научного Подтверждения Появление зла Тесно связано С существованием Бога Это его Противоположность И антитеза Добро без зла Не поддается Измерению И следовательно Восприятию Зло таким образом Является составной Частью наших жизней Зло имеет Много обликов И появляется В разных формах Одна из них Существует Воплоти Это зло Приняло форму Мужчины Который путешествует По миру Сея смерть Страдания Это зло Коварно И его Сложно Разглядеть Обычно Мы замечаем Его присутствие Когда уже Слишком поздно В моих Ученых Странствиях По мифам И легендам Множества Культур Я сталкивался С удивительно Схожими Описаниями Одной Личности Я имею Ввиду Не ее Внешность Или имя Но стиль Поведения Это зло Реализует Себя В хитрости Оно соблазняет Выгодным На первый взгляд Предложения Однако Цена Которую Нужно Заплатить За объект Желаний Непомерно Высока И невысполнима А в Предложенной Награде Обычно Скрывается Ужасная Предательская Ловушка Остерегайте Всех Кто предлагает Невозможное Ибо Достичь его Можно Лишь С помощью Махинаций Зла Да Мы Как бы И не Сомневались На самом деле Страшно Пыльное Что-то Мне подсказывает Что С профессором Не все В порядке Совсем Не все О Господи Геральт Не умеет по лестнице Поставь ночной горшок Где обычно И забери поднос Я сегодня Есть не буду Профессор Шезлок Ты кто Как ты сюда вошел Убирайся Я ничего не знаю И ничего не хочу знать Слышишь Не хочу Я не причиню вам вреда Этот демон Тебя сюда прислал Уж я то знаю Никто меня не присылал Ты лжешь Я слеп Но чувствую Нечистую силу Как никто другой Как ты думаешь Почему я так важен Для охотников За колдуньями Я ведьмак Мутант Да Это Возможно Да не узник Он тут прячется От этого Гюнтера Но по-любому Почему перед вашим домом Стражники Вы узник Они называют Это опекой Хороша опека Которая не позволяет Человеку Распоряжаться Своей судьбой Чего они от вас хотят Не знаю Слышал ли ты Но я настоящий Знаток оккультизма Собственно лучший Из всех живущих Моим учителем Был сам профессор Лионель Ван Вы сотрудничаете С охотниками За колдуньями Выбора Они мне Не предлагали Они прекрасно знают Что мне известно Все о магии Ведьмах И Чародейках Они используют Мои знания Для своих целей Но у меня Нет Выхода Я пришел сюда Потому что мне нужны Сведения Которыми вы обладаете Если ты ведьмак Мне нечего опасаться Я ведь не чудовище Эпохи постконьюкции Чего хотел от вас Ольгерт фон Эвели Да будет проклят Тот день Когда он ко мне пришел Однажды он явился сюда И посулил мне мешок денег За то чтобы я узнал Кто такой Гюнтер Один И как от него избавиться Я согласился В конце концов Это моя специализация Кроме того Мне нужны были деньги Я изучил Множество книг Исторических фактов Народных преданий Я побывал даже В библиотеке Нильфгарда И в конце концов Напал на след Этой темной сущности Она известна Тысячу лет В разных культурах И под разными именами Но везде Это синоним Воплощенного зла У нас его называют Гюнтер Одим А иногда Господин Зеркало Я карпел над книгами Столько Что потерял зрение Я узнал Что он любит Играть с людьми А больше всего Любит заключать договоры С виду Это невинные сделки Но они доводят людей До безумия Понятно Почему он сидит В кругу Но мы спросим Почему ты здесь сидишь? Что значит эти руны? Они меня охраняют Здесь зло Меня не достанет Откуда ты знаешь? Он сам мне сказал Однажды он пришел ко мне Удивительная Это была встреча Я слеп Но его видел Отчетливо Он Улыбался Улыбался Сказал Что такой интерес К его персоне Честь для него И что он решил Выразить благодарность И проявить Отвертый интерес Из чувства благодарности Он и создал Этот круг Сказав Что только здесь Я буду в безопасности А ты не пробовал выйти? Ты уже должен был понять Что он имел в виду И что меня ждет За пределами круга Очевидно Что еще ты знаешь Об этом человеке? Гюнтеро Дим Не человек Это зло Зло в самых разных обличиях Не расспрашивай о нем А то Погибнешь Но ведь ты жив Все еще жив Но хотел бы навеки забыть О том, что узнал Ольгерт подписал с ним договор Ты угадал Ты наверняка знаешь Что когда-то он был Очень богатым И влиятельным человеком Должен был быть Раз семья его невесты Приняла его предложение Но по воле злого случая Он лишился богатства И стал изгоем Семья Ирис Этого не потерпела Это состоятельный род И отдавать дочь За кого попало Они не хотели Ольгерт хотел увезти ее Как можно дальше Но Ирис Не захотела Бросать семью Патовая ситуация К своему несчастью От ведьмы-бродяги Они узнали Что есть на свете Некто Способный Исполнить Любые желания Господин Зеркало Ольгерт Встретился с ним На перекрестке Один Сказал, что хочет Вернуть свое богатство И влияние И Одим Предложил ему Договор Ольгерт должен был Пожертвовать Кем-то, кого любит Одим знал, что Ольгерт любит Только двух человек На всем свете Ирис Невесту И брата Витальда Ольгерт согласился Вскоре после этого Вернул себе Состояние И женился На Ирис Понятно Но это не Ольгерт Убил Витальда Но это, я думаю По его указке В результате того Загнали в погреб Потому как свинью Зарезали, помните? Получается, Ольгерт Убил родного брата? Ох, нет Одим так не делает Достаточно было До того, что Ольгерт подписал Договор Собственной кровью А день спустя Витальд Был убит Ольгерт рассказал Тебе все это Ему пришлось Иначе как бы я мог Заняться его случаем Ты говоришь Так будто он был болен Хуже Болезни можно вылечить А вот если ты играешь Со злом Найти лекарства Будет куда сложнее Так почему Ольгерт решил избавиться От Одима? Он получил, что хотел Он заметил, что стал меняться Его сердце стало холодным Как лед Он отвернулся от своей жены Ради которой пожертвовал Братом Так он потерял Все, что любил Потому что Гюнтер Одим Дает не то, что ты хочешь А то, что ты просишь Вот что ждет людей Которые подписывают С ним договоры Всех? Нет способа Обыграть его? Убить его Невозможно Но я узнал О человеке Которому удалось Расторгнуть контракт Его можно победить Его же собственным Оружием То есть Нужно бросить ему вызов Если его это заинтересует То можно с ним сыграть Но помни Что ставка может быть Только одна Ибо Одима Интересуют Только людские души Угу Одима ставил на моем лице знак Как мне от него избавиться? Знак? Хм Я думаю Я думаю Он исчезнет Когда договор будет Выполнен Если бы я попробовал бросить ему вызов Сыграть с ним Не могу сказать У того, кто его обыграл Никаких знаков не было Спасибо вам Вы мне очень помогли Я рад Приятно узнать Что после стольких лет Проведенных в заперти И в страхе Ты можешь еще на что-то сгодиться Ну и пипец Сейчас он из этого круга будет вынужден уйти И там его порвет О пипец Вышел из круга Смотри Охренеть Чертовщина Япона мать Мама дорогая Господи Как все плохо Чего-то особенного тут нет Нет и нет Дневник профессора Вот те сходили На ответвление от основного сюжета Тоже вот это вот как-то сделано Вот так Чтобы оно не светило постоянно Мои заметки наблюдения Профессор Шезлок Меня пугает круг Созданный Огимом Я его не вижу Но знаю, что он здесь Не знаю, как называться То чувство, которым я его ощущаю Когда я рядом с его границей У меня мороз по коже идет Это не боль Скорее волосы встают дыбом Прошел уже месяц А я все еще остаюсь Внутри рунического круга Меня все еще преследуют кошмары Я уже боюсь спать Не знаю, сколько еще смогу продержаться Мне приснилось, что у меня была дочь Странно, ведь у меня никогда не было детей Но она пришла ко мне во сне Ей было не больше десяти Она называла меня папочкой И сильно любила меня Я видел это по ее глазам Самое странное, что я тоже не чаял в ней души Может ли снится кто-то, кто не существует на самом деле И можно любить такого человека ли Я перестал бояться спать Возможно, Дим решил оставить меня в покое Пусть оно так и будет Мои сны обамели Бесконечно радует меня Моя дочь хорошая и умная девочка Я верю, что она станет прекрасной женщиной Жаль, что она существует только во сне Теперь я не только не боюсь спать Но и с нетерпением жду, когда сон придет О, Господи Если вы слышите за окном Как кто-то газует То это полудурки Которые в спальных районах Напрашиваются на кирпич Я на самом деле одному заслал так в свое время И был очень доволен Теперь я не только не боюсь спать Но я с нетерпением жду, когда сон придет Какая удивительная перемена Если все будет продолжаться так и дальше То скоро я попытаюсь покинуть круг Но я просто считаю, что ночью в спальном районе Понты колотить будут только полные твари Поэтому, собственно, такое отношение Дети же, дети спят Ну вы понимаете Теперь я понимаю Почему мне снился ребенок Которого у меня никогда не было Это его рук дело Сегодня ночью моя дочь умерла Она подцепила странную болезнь За которой все ее тело покрылось кровоточащими язвами Она плакала, умоляла ей помочь Я ничего не мог поделать Она умерла у меня на руках Я проснулся весь в поту Я сокрушен, мой разум разорван в клочья Три месяца прошло со смерти Амелии Мое сердце все еще кровоточит А ужасные видения отравляют каждую секунду Я слепец, который не хочет ничего видеть Ибо полная слепота будет благословением По сравнению с этими мучительными видениями Мне недолго осталось Я превратился в несчастного старика Уже год, как я живу внутри магического круга Мысли о самоубийстве преследуют меня все чаще Для этого нужно так мало Всего лишь шагнуть за пределы рун Шагнул Шагнул за предел Ну да Моментально сразу Это пипец, это меня что-то дико потрясло Да, открой ты уже дверь, но Это было жутко И тут, короче, идет такой добрый парень Геральт И вокруг куча трупов, которые он после себя оставляет Так, ну хорошо, мы отсюда выйдем Я понимаю, что там можно спрыгнуть как-то, но Ладно Хорошо, придется, видимо, прорываться Ну, как это обычно принято Я сейчас, правда, осмотрюсь еще Блин, ну не знаю, короче Как-то это все Как-то жестко Жестковато, по-моему Так, хорошо Нам с вами можно выбраться Только, похоже, тем путем, который мы сюда попали Ну да ладно, давайте на этом заканчивать Наверное, сегодняшняя серия Я говорил вам, что будет последней Но это вы мне так сказали, что она будет последней Мол После того, как ты завершаешь третье желание Вот про розу Ты, соответственно, уже все около финала И тебе осталось там минут 15 Это не так Если вы ломитесь, сломя голову То возможно Но если вы идете по сюжету И вам интересно рассказать подробности То в результате это приходит вот к такому делу Не знаю, это, по-моему, очень дорого стоит Очень крутой квест И чем дальше, тем лучше Увидимся в следующей серии Надеюсь, вам понравилось это С вами был Артур Всего хорошего всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok